Здравствуйте, дорогие друзья! Все мы любим животных, правда? Собачек, кошечек, попугайчиков и хомячков. Но часто даже не задумываемся, какой вред мы можем принести нашим любимцам. И какой вред наши любимцы могут принести нам. В сегодняшней программе «Правила нашей безопасности» предлагаю вам поговорить об этом и внимательно послушать советы от тетушки Саву. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, детишки! Сейчас мы с вами поговорим об осторожности с домашними и дикими животными. Это вы собачек и кошечек имеете в виду? Конечно! Ну, они ведь такие хорошие. Все мы очень любим собачек, кошечек, хомячков и попугайчиков. Но часто даже не задумываемся, какой вред мы можем принести нашим любимцам и какой вред наши любимцы могут принести нам. Очень интересно! Вот, например, вы вышли погулять во двор, и там встретили соседскую или совсем незнакомую собаку. Не спешите тут же ее потрогать, погладить. Вы ведь не знаете, какой характер у этой собаки. И что вообще у нее на уме? Эта собака может больно покусать. Есть и такие собаки, которых их собственные, не совсем умные хозяева, специально учат и натаскивают, чтобы они бросались на людей, как на врагов. Как нехорошо! Таких собак и людей надо сторониться. А еще бывает, что дворовые собаки или кошки заболевают бешенством. В это время они очень-очень опасны. Несколько слов о кошках. Кошки удивительно добрые и ласковые домашние животные. Но любая кошка, если ее мучить, обязательно царапнет своего маленького мучителя. Кошек тоже надо бояться. Нет, кошек не надо мучить. Как нельзя издеваться и над любыми другими домашними животными. Теперь пойдем в зоопарк. Прямо сейчас? Мысленно, домовенок. Так вот, приходя вместе с родителями в зоопарк, чтобы посмотреть на зверей и птиц, надо обязательно помнить о том, что все эти звери, все же дикие, подходить к ним близко нельзя. Надо быть осторожными. Идем дальше. В этом месте у нас всегда мультик об осторожности. Правильно, очень поучительный мультик. Хорошо, когда есть друг, это знают все вокруг. С ним играться целый день мне ни капельки не лень. Пусть котенок или щенок, все равно он мой дружок. По двору мы с ним топочем, веселимся и хохочем. Но бывает, что порой забредает в двор чужой беспризорный злобный пес. Он по ветру держит нос. Не дразни его напрасно, это может быть опасно. Стоит только разозлить, он вас может укусить. Разорвать штаны, рубаху, а еще нагонит страху. Стоит только разозлить, рубаху, а еще нагонит страху. Псов бродячих опасайтесь, их дразнить остерегайтесь. До свидания, ребята. Мы еще встретимся с вами на других полезных и увлекательных уроках тетушки-совы. И всегда-всегда будем смотреть мультики. Классные мультики. Ну вот, ребята, теперь понятно, почему нужно быть осторожными с животными. До встречи! Мы еще встретимся с вами в других полезных программах. До встречи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...